Из-за массовых ракетных ударов, которые накануне нанесла Россия, на экстренное заседание собрались участники Большой Семерки. Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать воздушный щит для Украины. По его мнению, современные системы ПВО лишат Россию возможности наносить ракетные удары, а значит, такие механизмы террора перестанут работать. В ответ на обстрелы энергетической инфраструктуры, группа 7 должна, например, заблокировать российский энергетический сектор, считает Зеленский. Президент Украины предложил рецепт, как быстрее остановить Путина под условным названием «Формула мира» и призвал не поддаваться на шантаж Кремля, поскольку война вступает в решающий этап. Он также предложил разместить международную мониторинговую миссию на границе Украины и Беларуси, чтобы уменьшить риск прямого вступления Беларуси в войну. В свою очередь, лидеры Большой Семерки обязались привлечь к ответственности Владимира Путина и тех, кто причастен к гибели невинных гражданских. Они осудили ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры и городов Украины. 11 октября Россия вновь атаковала электростанции в западной и центральной части страны под ударами Ладыжинская ТЭС в Венецкой области и энергетические объекты во Львове и области. Ладыжинскую теплоэлектростанцию, которая находится примерно в 100 километрах от Венницы, рано утром атаковали двумя дронами «Камикадзе». Шахиды повредили оборудование и, когда на место прибыли спасатели, по ТЭС нанесли повторный удар. Пострадало 6 человек. Все они прибыли на вызов. Среди работников предприятия пострадавших нет. Еще один объект критической инфраструктуры российские военные поразили недалеко от самого областного центра. Жители Венницы слышали взрывы. Они прозвучали за городом. Глава Венецкой ОГА Сергей Борзов сообщил о трех раненых. Второй день под обстрелами Львов и его энергетика. Накануне практически весь город сидел без света. Сегодня Россия вновь выпустила ракеты из акватории Каспийского моря. Первый удар нанесли по объекту в области. Сразу начались проблемы с электроэнергией. А позднее взрывы слышали и в самом Львове. Около 12 часов дня. В результате удара пострадал 53-летний мужчина. У него осколочное ранение. Пострадавший в состоянии средней тяжести, оказав медицинскую помощь, его отпустили лечиться амбулаторно. В результате атак примерно треть города без света. До конца недели школы будут проводить уроки онлайн, а детские сады – работать в режиме дежурных групп. Перебои с энергией и водой возможны в течение суток, предупредили местные власти. Проблемы наблюдались и с мобильной связью. Из-за обстрелов вышки операторов обесточились. Второй день подряд ракетами били и по Днепропетровской области. Населенные пункты сразу двух районов – Павлоградского и Каменского – остались без света. В Павлограде серьезные разрушения энергетической инфраструктуры. Жители области просят максимально экономить электроэнергию. 11 октября Россия выпустила по Украине 28 крылатых ракет. Но 70% снарядов своих целей не достигли. Об этом сообщили в воздушном командовании ВСУ. Украинские военные сбили 20 ракет и 13 беспилотников «Шахид». Такие атаки, как 10 и 11 октября, обходятся России дорого. За один день ракетного обстрела Россия потратила минимум 400 миллионов долларов в ракетном эквиваленте, подсчитал украинский Форбс. Вечером появились сообщения о крупном пожаре на электроподстанции в городе Шебекино в Белгородской области России. Фото и видео распространили телеграм-каналы. Губернатор области Вячеслав Гладков утверждает, что объект атаковали вооруженные силы Украины. Без электроэнергии осталось более 2000 жителей. Включили резерв. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы, чтобы первыми узнавать правду.